Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Приветствую всех именем Господнем из города Москвы, архиепископ Сергей Журавлев, предстоятель Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Киевской архиепископии. И я сегодня, сегодня 8 января 2018 года, но я хочу говорить о событиях 9 января, так называемого в истории как Кровавое Рождество или Кровавое Воскресенье. 9 января это день, который действительно изменил ход истории, российской истории, российской империи, и это аукнулось так или иначе по всем странам, вот некогда огромной этой российской империи, рухнувшей столетия тому назад. В 17-м году, уже больше чем 100 лет тому назад, вот скоро будет уже 101 год, как империя рухнула. И, знаете ли, хотя имперские амбиции, они впоследствии на коммунистических таких вот этих заквасках создали еще более монстр страшный, это так называемый СССР. Впервые в истории человечества родилась страна, такая империя, целая, огромнейшая, шестая часть суши всей нашей земли, знаете ли, где было провозглашено, что Бога нет, не было и не надо. Впервые в истории человечества родилась такая, была искусственно, точнее даже создана, такая новая общественная формация, как нам говорили раньше, это советский народ, так называемый, из разных народов нашей земли, был искусственно, селекционно выведен новый народ, будем так говорить, народ атеист, народ без рода, без племени, без истории, народ с переписанной историей совершенно, народ такой искусственный, который недолго существовал, несколько поколений, и рассыпался в одночасье. Хотя нам каждое утро пели по радио, что союз нерушимый, республик, но он однажды рухнул и нет его. Слава Богу, что империя лжи, империя зла, она рухнула. Но это очень грозное предупреждение, знаете ли, для всего человечества. Это действительно урок, как некоторые говорят сейчас, вот, как пример того, как нельзя жить вообще. И некоторые даже так вот, ну, с иронией, некоторые со скорбью по-разному говорят о том, что вот в нашей российской истории мы показываем часто примеры, как нельзя жить. Всем народам земли мы показываем, как нельзя поступать, как нельзя жить. То есть, ну, такой плохой пример показываем. Вот, значит, иллюстрацию того, к чему может привести все. И вот, если за другие моменты истории можно еще поспорить, то пример СССР это бесспорный, бесспорная иллюстрация того, как нельзя жить, как нельзя поступать. Как нельзя воевать с Богом, как нельзя богохульствовать, как нельзя действительно искоренять все святое в жизни человека. Селекционно выводился советский народ, и ради этого кремлевские селекционеры истребляли миллионы и миллионы душ в голодоморах, войнах, красным террором, в этом ГУЛАГе, знаменитом, целая сеть концентрационных лагерей смерти. Фабрика смерти была создана, которая работала без перебоя, которая перемалывала миллионы-миллионы судеб. Конечно, народ-атеист, казалось бы, смогли создать искусственно, но смогли создать из разных народов с одной, как бы, насчет такой идеи, безбожие отрицание Бога. Это было креугольным камнем СССР, именно атеизм, воинствующий атеизм или же вообще атеизм как таковой. Материстическая философия, безбожный марксизм, ленинизм, сталинизм и прочие измы. Все это, конечно, уже кануло, казалось бы, в лето, но отголоски этого всего до сих пор они видны. И до сих пор миллионы-миллионы душ, будем так говорить, разных стран бывшего союза, бывшей империи российской, пожинают вот тот страшный посев, который был посеян. И до сих пор борется с наследием вот этого безбожия. Но, дамы и господа, братья и сестры, имя Иисуса Христа сегодня, как никогда, прославляемо, величаймо. И я вчера здесь, в столице России, в этом не лишний раз убедился, в собрании неденаминационной церкви. Мне это очень даже понравилось изначально уже, когда пригласил меня в церковь с таким наименованием, неденаминационной. Мне это очень близко. Хотя я православный человек, я христианин православный, я священнослужитель православный, уже более 30 лет несущий служение церковнослужителя православного. Но для меня честью явилось быть в собрании неденаминационным. То есть это и не чисто протестантская церковь, это и не, знаете ли, харизматическая, или баптистская, или адвентистская, или какая-то еще церковь. В ней, будем так говорить, заявка на неденаминационность. Мне это очень сильно понравилось. И, конечно же, не только в названии дело. Нет, в самой сути. Вчера я окунулся в это прославление, поклонение Богу. Вместе с братьями, сестрами моими. Там я встречал верующих разных конфессий, разных денаминаций, разных церквей. Вместе славили Христа, славили Бога. Я очень Богу благодарен за это. И в этом присутствии действительно, ну, все наше, наше все, наше христианское все. И вчера я говорил о нашем всем, о нашем главном христианском таинстве, о главной тайне нашей христианской, о том, что Христос в нас, упование и славы. Я говорил о Боговоплощении, о таинстве Боговоплощения. И это, знаете ли, вот, для меня стало для самого великим таким приобретением. Потому что блажение давать, это, думаю, всем верующим более или менее известно, нежели принимать. Когда мы даем, мы еще больше сами получаем и принимаем от Господа. Во всем, будь это финансы, будь это в Слове Божьем, будь это в любом добром деле, во всем абсолютно. Самые счастливчики, это даятели как раз именно, это, ну, взрослые все люди это прекрасно понимают. Даже неверующие люди это понимают. Вот, но тем более верующим это пристало понять. Потому что Слово Божье говорит именно об этом. Господь говорил, что блажение давать, нежели принимать. И вчера я делился свидетельством Словом Божьим. И, знаете ли, для меня сегодня, вот, размышляя о вчерашнем служении и говоря о 9 января, знаете ли, вот я так сопоставил. Если бы тогда, ну, хотя это не очень, может, хорошая тема, там, вот, говорить так, если бы да кабы, если бы было бы так, если было бы сяк. Но, все-таки, если бы тогда 9 января царь бы не расстрелял народ простой, идущий на молитву к нему, к царю, батюшке, его называли батюшкой даже, батькой, значит. И вот народ шел с иконами, нарядно одетый, многие взяли своих жен, детей, шли как на праздник. Впервые в истории Российской империи вот замышлялась такая молитва, общая молитва царя и народа, прямо под небом открытым, прямо вот там, на Дворцовой площади, люди шли туда, как на праздник великий. Царь соизволил благоставить это, знаете ли, Министерство внутренних дел все обозначило маршрут, полиция, жандармы в парадной форме торжественно сопровождали, значит, там, и охраняли, ну, порядок, значит, всего этого шествия. Официально зарегистрированных участников шествия было 150 тысяч человек, это невероятное количество, то есть никогда такого не было шествий, никогда не было такого в истории Российской империи, такого, а ведь многие взяли еще с собой жен своих детей, взяли, значит, там, шли как на праздник, я повторяю, и даже революционно настроенные рабочие, там, 3000 этих эсеров, там, и всяких там революционеров, даже они присоединились к этим колоннам, взяв с собой, конечно, свои там, ну, провокационно всякие вот эти вот лозунги, но их не могли они вывесить, потому что народ шел именно на молитву, вот, значит, и они, даже они, как бы, поняли, что это мирная демонстрация, и им делать революционно, как бы, нечего, поэтому они пошли без оружия, без, чтобы не было никаких там этих, ведь это огромное количество людей, вот, значит, но царь поступил хуже, чем могли даже себе представить даже самые отъявленные негодяи, эти революционеры, замышлявшие, значит, революцию, там, и прочее. Дело в том, что царь расстрелял эту мирную демонстрацию, и погибли полицейские, жандармы, потому что армия стреляла во всех подряд, эту мирную демонстрацию с хоругвами, с патриотическими песнями, с гимнами, значит, «Боже, царя храни», значит, с молитвами рождественскими, рождественскими песнями, ведь это же было Рождество, народ потом так и окрестил это событие преступления Николая Второго, значит, которому нет никакого оправдания абсолютно, значит, он стал преступником и вошел в историю как именно кровавый Николай, именно даже не по другим своим злодеяниям, а именно вот по этому злодеянию, которому действительно нет никакого оправдания. И сегодня из Николая Второго пытаются сделать святого, пиар-компания огромная такая, его пытаются сделать как чуть ли не спасителем России, знаете ли, но это прискорбно, даже говорят Екатеринбургской, Голгофа, там, значит, он царь-мученик, страдал за нас, как бы, значит, там и прочее, прочее. Знаете ли, это очень страшно, что на место Христа ставят Николая или кого-то другого. Матерь Иисуса Христа, называя ее Богородица, Царица Небесная, миллионы людей, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой, также на место Христа, по сути, ставят других умерших святых, ангелов, там, вот Николая, царя, кого угодно вообще. Это все великое антихристианство, потому что христианство – это Христос, антихристианство – это что угодно, только не Христос, это вне Христа что-то. Отвести взгляд от Иисуса Христа – это задача дьявола. И те, кто пытаются на место Христа поставить кого угодно, они, по сути, выполняют работу врага, рода человеческого, врага Божьего, дьявола. И это очень прискорбно, конечно. Сегодня хочется, действительно, чтобы миллионы людей, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой, очухались, истрезвились, чтобы пришли в себя, чтобы воззрели на того, кого пронзили грехами своими, на Иисуса Господа. Потому что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дамы и господа, братья и сестры, только лишь кровь Иисуса Христа, она очищает, омывает нас от всякого греха. Только лишь Иисус Христос является Спасителем Господом, данным нам свыше. Это действительно новая радость, это действительно Евангелие, это действительно благодать. В рождественских песнопениях многих проставляется имя Иисуса Христа. Так вот пусть и славится Иисус Христос в нашей судьбе всегда, не только в празднике и в будни, во все дни нашей жизни. Пусть Иисус Христос живет и царствует нас, верующих, слава Богу. И пусть христианство действительно очухается, просто христианство истрезвится, проснется. В частности, православное христианство и вообще христианство в целом. И вчера я делился Словом Божьим, я думаю, что многие из вас посмотрят это видео. И я рекомендую настоятельно послушать это послание Божьей любви, потому что я делился из послания апостола Павла Колоссяном, из Евангелий, из послания Коринфянам. Я разные цитаты из Писания приводил, убеждая людей, всех вас в том, что главное таинство наше, главная наша тайна христианская, это сам Иисус Христос, живущий в нас, верующих. Вот это самое великое таинство веры. Пусть Бог благоставит всех нас, дорогие друзья. И вспоминая о прошлом, сегодня устремляем взгляд в будущее, молимся о том, чтобы действительно всякое проклятие, всякое безбожие рухнуло, чтобы действительно имя Иисуса Христа проставлялось сегодня. И в нас, и через нас, и в наших странах, в бывшей империи Российской, и по всему лицу земли, чтобы славилось имя Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Благоставляю всех вас, дорогие братья и сестры, братья и сестрички, именем Господнем благоставляю, священническим благословением всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Кровь Иисуса Христа и сегодня омывает нас от всякого греха. Благоставляю всех вас из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Да и по скриптум приглашаю в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, в конце января и феврале буду проводить занятия, семинарские по истории христианства. Приглашаю всех вас. Пусть Бог благоставит вас. До встречи и на земле и на небесах. Мир всем. Шалом.